Всем доброе утро, девочки. У нас утро прям доброе. Смотрите, сколько снега. Снега сколько навалило. Сейчас отвозила младшего в садик. И иду. Меня, кстати, спрашивают как-то про кошку. Видите она? Гуничка-старушечка. Что? На улице минус три. Вон сколько снега. А, она гулять. Я когда увозила, она тоже вышла. Ой, поскользнулась гуня. Сейчас я ее запущу домой. У кого нет снега, дарю вам зимнее настроение. Это у нас реально за ночь только, смотрите. Надо все чистить от снежка. Такая красота. Девочки, смотрите, какая у нас красота. Как в сказке прямо. Все следует за старшим сыном со школы его забирать буду. Щетки мои на кастрадали. Вот, потом заберу эту посылку свою с сайта фарма-каспорт. Смотрите, как красиво. Мне так нравится. Но мне нравится чистить машину. Это даже кошмар какой-то. В общем, ладно, поехали. Здесь снежок чистят. Красота. Видите, как классно. Так, ну что, приехала я домой и нашла новый магазинчик, в котором продается рыба свежая. В общем, я купила. Купила сазана. Причем мне его почистили. Такой огромный. Но мне его хватит. Какой сазан? Карп. Это карп, девочки, извиняюсь. Купила карпа. Внутренности только надо почистить. А так мне плавники обрезали. Бесплатно почистили. И купила здесь еще у меня горбуша. Горбушу купила тоже. Горбушу это мужу, а это мне. Буду есть несколько дней. Я ем просто так, без всего. В общем, буду сейчас запекать. Прям радости моему нет предела. Так, еще вот здесь вот у меня всякие разные покупки. Я купила кусочек сыра. Вот такой. Я не помню, что почем. Честно слово. Вот такую колбаску купила. Здесь ветчина нарезки. Правда, она мне много нарезала. Но ладно, много не мало. Муж у меня очень любит. Вот краковскую колбаску купила ему вот такую вот. Именно краковскую. Какой-то мясной дом Ивановых. Вот. Это из такого. Еще там продаются всякие соленья. Я купила инвирь маринованный. Вот у меня получилось на 76 рублей. 50 копеек, да? Двести с чем-то грамм. И вот такой купила острый. Это капуста. Называется салат Огонек. Остренькая капуста. У меня муж очень любит. В общем, купила тут. Ну как, немножко, да? Получилось почти 500 грамм у меня. Ну, она так взяла. Сколько получилось. Еще там продаются всякие орешки на развес. Разные. Разных, в общем, не помню, кто откуда. В общем, там и такие, и такие. В общем, всякие орешки можно найти. Это арахис жареный. Уже купила. Дальше фисташки жареные и соленые. Тоже мои мужчины любят. Здесь я купила немножко. По-моему, это было написано Азербайджан. Я могу ошибаться. Шиповник. Ну, в общем, не буду, девочки, вас вводить в заблуждение. И мой любимый орех пекан. Немножко купила. Обожаю орех пекан. Вот, так что. И еще там же все вместе. Это все в одном здании. В общем, фрукты сейчас тоже выложу, покажу. И вот у меня фрукты. Немножко тут овощей и зелени. Купила виноград кишмиш. Не помню, почем. По 100 с чем-то рублей. Очень такой он прям хорошенький. Мне понравилось. Вот. Четыре формы. Но они такие, не знаю, может быть, будут вяжущие. Поэтому всего четыре штучки взяла. Груши конференц. Мои мужчины очень любят. Тоже тут четыре штучки купила. Но они прям такие большие. Купила манго. Вот манго, помню, по 99 рублей было. Вот. Такое вроде ничего. Ну, не знаю. Попробуем. Вот. Немножко из овощей. Увидела там вот этот батат. Я его очень люблю. Запекаю его в духовке. Вместе с, ну, специями. Со всякими. Вот сейчас поставлю рыбу. И батат. И будет вообще нереально вкусно. Вот. И сделаю еще салатик. Соответственно, я купила два огурчика. Немножко помидорчиков. Это не крымские, а краснодарские. Было написано, да. Окурцы и помидоры. Ну, не знаю. Помидоры, вроде такие, видите. Прям спеленькие, вроде неплохие. Ну, попробуем. И елени. Там вот все пучками такими. Лук взяла. И укроп. Я бы еще с удовольствием взяла бы кинзу. И вообще было бы идеально. Сегодня ужин. Лично для меня. Но кинзы у них не было. Она закончилась. Поэтому я взяла укропчик. И лучок только. Ну, петрушку я как-то не особо. Вот кинзу бы я прям вот с огромным удовольствием. Я ее иногда просто так жую. Вот. Так что вот такое вот у меня еще. Овощные покупки. Все. Еще я решила все-таки зайти в... Как это? Короче, купить комбинезон своей. Вот этой вот мадам. Которая у меня мерзнет на улице. Вот он стоил 1410. Ну, я взяла большой. Сейчас, в общем, померю. Покажу, как нанесел. Единственное, что я хотела, чтобы закрывалось на спинке. Мне кажется, так удобнее одевать. Но на нас такого комбинезона не было. Видимо, все раскупили. Здесь, в общем, такой флисик. Вот. Единственное, что... В общем, это единственный комбинезон, который на нас подходит. По нашим меркам. В общем, сейчас померим. Я оставила просто денежки. И должна позвонить вот женщине, что возьму. Не возьму я этот комбинезон. Она разрешила взять, померить. А потом уже взять. Но говорят, что вот этот флис не очень хорошо для пушистых собак. Но она у меня не особо пушистая. Да? Вот. Поэтому может быть и нормально. Но он прям такой теплый. Зимний-зимний. Вот в единственной расцветке. Вообще единственный комбинезон. Но гулять-то мы ходим. Надо же как-то с собакой. Она у меня очень мерзнет. У нас вообще обещают до минус 11. Поэтому, в общем, сейчас примерю. Купила комбинезончик для собачки. Ты красивая. Зато не замерзнешь больше. Ты у меня, мама, красивая. Смотри, у тебя что-то. Капюшончик есть. Ей не нравится. Тебе не нравится? Ты несчастная собака. Джуси, будешь ходить? Не будешь мерзнуть? Бедному ребеночку. Бедному. Ну что, девочки, все разложила. В общем, мы пообедали с сыночком. И я же получила свою посылку с сайта Фармакосметика. Сейчас вместе с вами хочу распаковать. Вот. А насчет вот этой курточки. Я позвонила женщине. Я ее оставлю. Вот эту курточку. Здесь есть вот эта дырочка. Для шлейки. Симпатичная, кстати. Мне очень нравится. Единственное, что она не хочет ходить. Она не приучена. Летом же, ну, было жарко, что я на нее буду что-то одевать. Вот она весной, осенью точнее, тоже не хотела ходить. Весной, когда она была еще щенком, я на нее одевала такие светорочки, которые я малый уже. Вот. А сейчас вообще ни в какую не хочет. Но при этом очень холодно. Она мерзнет. Что я теперь не гулять совсем? Как бы так тоже нельзя. В общем, как-то сейчас горем пополам. Сейчас мы пойдем. Там снега у нас навалило столько, что просто я еле-еле выехала. Я припарковала машину около школы. Как около школы? Я около школы-то не смогла поставить. Потому что сейчас снег все идет, 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 идет. И вот эти снегуборочные машины, они сейчас вообще не справляются. Они там друг за другом едут за этими снегуборочными машинками, машинками, пробки огромные. И они все сваливают на обочину, получается. А с обочины пока не собирают, потому что, видно, не хватает или что. Я не знаю. Ну, в общем, там навалено вот такие горы на обочину. И не подъехать, то есть не припарковаться вообще нигде. Я там в одном месте заехала. Я думала, я не выйду. Серьезно. У меня там машина уже просто орала, как могла. У меня там сразу все лампочки горят. У меня там плохо. Потом обратно ехали. А у меня вот так вот машину тресет. Видно, в колеса набился снег. В общем, едут все по шоссе со скоростью 40 км в час, девочки. Вместо 15-20 минут, которые я обычно доезжаю. Ну, где-то 20 минут я обычно доезжаю. Мы сейчас 40 минут съехали. Ну, почти 40 минут. В общем, кошмар. Ну, ладно, курточку купила. Я довольна, я не знаю. Собака не довольна, я довольна. Давайте вместе с вами откроем. Мы сейчас с сыном пойдем... Там не ничем. Мы сейчас с сыном пойдем... У нас ворота. Открывается автоматически. Ну, вот мы же за... Машины у нас стоят во дворе. Не снаружи. Вот. Ну, поняли. И, как всегда, не с той стороны открыла. Как всегда. Так вот, все здесь запаковано. Надо было с другой стороны открывать. Ну, ладно. И, короче, ворота у нас автоматически открываются. Распашные вот такие. Но, соответственно, когда снега там навалит, они не распахиваются до конца. Невозможно въехать. В общем, у меня сын вышел. Там кое-как ногами его скрутил. Надо сейчас лопату достать. И пойти все это почистить. Потом мы пойдем пешком с собаками забирать младшего с садика. Потому что там тоже не припарковаться. У нас тоже тут ездит. Сейчас чистит. Но она все наваливает. И получается негде встать в машине. То есть машина просто вот она носом в снег упирается. И все. Короче, как она. Вот, пленочка. Так, заказала самое главное на самом деле. Самое важное и самое большое здесь. Это вот такие два сухих шампуня. Я хотела обычный белый. Но мне девушка, когда оформляла заказ, мне девушка сказала, что его нет в наличии. И я взяла вот этот Дарк. Так, Дарк у меня уже был. У меня уже был Батист. И разные другие я как-то пробовала. Вот Батист для меня самый лучший. Если вы используете какой-то сухой шампунь, обязательно напишите. Тот, который вам нравится. У меня волосы черные. И если вот этот белый налет не вычесать, то для меня это прям беда. У меня очень видно, да. А вот этот Дарк, он правда такого коричневого цвета. И он придает еще объем волосам. Ну, как большинство сухих шампуней. Зачем я купила? Я в прошлом году, кстати, не пользовалась. Потому что сейчас я хожу в шапке. И сейчас холодно, шапку одеваю. Я молодец. Я приучилась шапку одевать. А так я обычно без шапки бегала. Вот. И получается, когда я снимаю шапку, я вот здесь вот как будто у меня крова облизала. Серьезно. У меня волосы. То есть нужно каждый день мыть. А обычно я мою раз в два, раз в три дня. Ну, обычно даже раз в три дня. И мне этого достаточно. Вот поэтому решила сухий шампунь. Потому что я не хочу мыть волосы каждый день. Когда я мою волосы каждый день, у меня кончики становятся очень сухими. Несмотря на то, что я много еще всяких средств использую. Поэтому взяла сухой шампунь. Чтобы немножко хотя бы здесь сохранялся объем. Несмотря на то, что нашу шапку. Так. И заказала я девочке. Давайте еще из того, что не новинки. То, что было со скидкой 35%. Я говорила в предыдущем видео. Батист тоже был со скидкой 30. Не 35, 40% на Батист был. И это у меня большой объем. 350 миллилитров. Вот. Потому что был только 350 миллилитров. А я брала там один. Я знаю, что он не оставляет белый налет. Вот, в общем, один там. Я не помню, как он назывался. Вот. И еще вот этот XX, который прям большой объем дает у корней. Он тоже не оставляет белый налет. Вот. А вот этот был только в больших объемах. Я взяла два. Мне хватит на всю зиму. Я надеюсь. Так. Вот такие штучки. Это у нас. Они по-другому называются, по-моему, пады. Да. Пилинг пады. Это внутри такие салфетки. Марка Holy Land, которым просто вы вечером протираете лицо и наносите свой обычный уход. Они содержат здесь альфа-бета-ретинол. Альфа-бета плюс ретинол, да. Я могу. Салфетки с лосьоном способствуют обновлению выравниваемой текстуры кожи. Содержат экстракт черники, сахарного тростника, клена, апельсина, лимона, зеленого чая, салициловая кислота, молочная кислота, ретинол. Особенно у кого есть высыпания, я очень сильно советую. У меня кожа сухая. Я вообще пилингами стараюсь не баловаться. Потому что кожа сохнет еще больше. Но вот эти салфетки. Это моя, наверное, третья упаковка. Вот мне еще нравится пилинг от марки Джиджи. И вот это лучший пилинг. Он не высушивает кожу. Максимум я для своей сухой кожи использую два раза в неделю. Это максимум вообще. Иначе будет шелушиться кожа. И чтобы не шелушилась кожа, можно на следующий день, то есть вечером протерли, а утром какой-нибудь типа пилинг-скатку или любой пилинг или скраб. Вот что вы любите для кожи, лучше какой-то мягенький такой пилинг использовать. И он уберет вот это вот шелушение. Но вот это лучшее, что вообще я пробовала. Пилинг от Джиджи еще мне нравится. Но салфетки протерли, что-то нанесли, какой-то уход. Я люблю какую-то такую маску какую-нибудь ночную. Утром встали вообще и выравнивают тон кожи. И убирает какие-то мелкие морщинки. В общем, супер. Насчет пигментных пятен, не знаю, убирает или нет. Но нужно средства с SPF использовать, если у вас есть солнышко. У нас нет солнышка, но я все равно использую. У меня тональный крем с SPF. Еще там на Черную Пятницу фармакосметика раздавала подарки. Но на меня подарков не хватило. Вот это мне девушка позвонила, сказала, что, к сожалению, подарки у нас закончились. А, вот, и еще я решила попробовать заказать вот такой крем для рук. От марки Holy Land. Много наслышано отзывов. Вообще, вот такие вот, скажем так, небюджетные крема для рук я использую исключительно на ночь. И очень люблю брать крема для рук. Это вообще для тела и для рук. Но здесь всего 100 миллилитров, поэтому я буду использовать только для рук. Я их наношу только на ночь. Вот. И всякие антивозрастные крема и так далее тоже только на ночь. Днем, если мне нужно помазать, я вот какими-то такие попроще беру Фаберлик, там что-нибудь такое. А вот такие на ночь. В общем, первый раз буду пробовать. Здесь вот запечатано. Я все ссылочки оставлю внизу в инфобоксе. Еще раз повторюсь, я заказала все на сайте фармакосметика на Черную Пятницу. Были хорошие. Он очень густой. Смотрите. Были хорошие скидки. Будут еще скидки к Новому году и не только к первому декабрю и еще к чему-нибудь у них постоянно. Смотрите, какой прям густой-густой. Аромат у него обычного типа детского крема. Сейчас нанесем. Но он такой жирненький. Но я читала про него, что он жирненький. Его хорошо на ночь наносить. Слушайте, ну аромат детского крема. Прям реально детский крем. Прикольно. Мне нравится, кстати, этот аромат. Ну, слушайте, жирный, но впитался. Смотрите, жирного блеска места. Он такой плотный крем. Ну, в общем, попробую, потом расскажу. Вообще, мне очень нравится от марки Калистар кремочки. Для рук вообще это нечто лучшее. Нет. И еще Веледо крем для рук с гранатом. Он очень тоже хороший. Тоже мне очень понравился. Но единственное, что жутко не нравится, как пахнет моему мужу. Он говорит, господи, чем таким спиртом каким-то обмазывалась. Постоянно мне говорит. Хотя по мне так вкусный аромат. Ну, не знаю. Вот. Это у нас что? Марка Лореаль. Помните, я вам показывала. У меня есть целая линейка ухода Пролонг. Лореаль. Что-то мне не выговорить. Я решила заказать еще попробовать вот такое. Это Лореаль. Девочки, я ссылки оставлю. Не буду коверкать вам. Язык. Значит, это для увеличения густоты и легкого расчесывания для волос, склонных к истончению. У меня есть проблема ломкости волос, особенно на кончиках. Мне кажется, это заметно. Вот. И они у меня становятся сухие. Я вот подобные средства, ну, зимой, потому что, да, сокнут волосы, особенно, ну, подлиннее. В общем, решила попробовать вот такие вот. Вот. Это, кстати, я хотела немножко другую вот из этой серии, из этой линейки, да, из этой серии. Хотела немножко другие там для другого типа волос. Ну, не было в наличии, поэтому взяла вот такие. Попробую. Но вот этот вот шампунь от Лореаль Профэшнл прям вообще очень советую. Вот эти попробую, потом расскажу. Так. Вот здесь у меня был заказ. В принципе, достаточно небольшой. Слушайте, крем, кстати, очень прикольный. Прямо ручки вообще прям мягенькие-мягенькие, прям бархатные вот этот крем. Вот. Ну, попробую, потом расскажу. Очень советую вот эти вот девочкам. 30 плюс в особенности. Очень советую вот эти салфетки. Не пожалеете. Здесь 24 штуки. Если вы будете наносить максимум два раза в неделю, кстати, вам надолго хватит. Мне до весны хватит их. Супер. Вот. Так что ссылки я вам, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. А мы сейчас пойдем чистить снег. Погуляем с собаками. И я буду готовить. Придем. Я приготовлю как раз рыбу поставлю. Боже, как я обожаю. Карп – это моя самая любимая рыба. Она прям пахнет рыбой. Знаете, если вы не любите, обычно с лимоном все запекают. Я без лимона. Вот прям чуть-чуть специи, соль. В общем, будем сегодня готовить. Наконец-таки, девочки, поздравьте. Я нашла магазин с рыбой. Потому что в ленту иногда. Вот как я не люблю ленту, какая бы хорошая у нас лента не была. Но в ленту иногда приезжаешь, и у них лежит вот эта рыба. И ты на нее смотришь и понимаешь, что она вот как бы, ну, который день уже здесь явно скучает. Вот. Я в таких случаях не беру. Потому что, ну, принести и домой, и выбросить. Зачем? Вот. И мало разнообразия рыбы. В основном форель. Редко бывает лосось. В основном стейки лососевые продаются. А вот так вот целую. Я люблю целую рыбу покупать. Чтоб целую купил. И засолил. И пожарил. И запек. И, в общем, все, что бы из нее сделал. Вот я люблю вот так вот. Ну, в общем, в ленте не всегда. Я редко покупаю рыбу. Потому что в ленте нет. А больше вот таких мест, где вот такая прям хорошая рыбка была. Прям такая, знаете, таких мест я не находила. Вот нашла. Так что буду теперь постоянно туда ходить. Буду рыбу покупать. И, наверное, получается, я буду уже намного реже ездить в ленту. Наверное, вообще раз в неделю. Ой, раз в месяц, наверное, вообще буду. Потому что в ленту, в принципе, мне закупить крупы, бытовую химию и все. Но все остальное мясо я уж там не покупаю особо. Ну, в общем, как-то так. В общем, пошли чистить снег. Пошли с собаками за младшеньким нашим. Ничего идет. Не хотела, правда, идти. Вон в куртке красотка. Бонни-то не холодно. Она не мерзнет. Она наоборот. Жарко. На снегу валяется. А это? Мерзлявочка наша. Вообще не хотела идти. Сейчас ничего. Видите, сколько у нас снега? Снега сколько? Ой, машина. У нас время 4 часа. Она жалована, как темно. Ничего, идет. Отошла. Значит, действительно комбинезончик удобненький. Тепленько. Хорошо. Да, Бона? Бона ее, правда, подзадевает. Типа хификает. Надей. Видите, у нас машины как стоят на полдороги. Потому что тут... Мамы еле-еле с ними выехали. Не выехать. Снега много. Так вот все бросают. Около садика тоже. Поэтому мы пешком. Мы пешком. Тепловоделись. Все, кроме Боны. Смотрите, какой мороз прям. В общем, ничего, красоточка гуляет. Надо будет ей потом полегче такой комбинезон. Это совсем уж, мне кажется? Прям зимний. В общем, начало положено. Мама сейчас она покупает ботиночков, шапочек, ушаночек. Не только. Да, Джузенька моя, Дулу, ты моя хорошая. Пойдем. Красота. Ладно, мы пойдем. Маленького заберем. Ну что, почистили мы во дворе немножко снег. Я уже не снимала. У нас уже темно. Пойдем вовсю и почистила рыбу. То есть внутренности мне от рыбы нужно было только вычистить. Ну, голову, хвост отрезать и все. Вот. Специи сайхерб. Они у меня с лимоном. Там соль морская, насколько я помню. Черный перец и лимон. То есть я даже, ну, немножечко еще подсолила. Укрываю фольгой. Ставлю в духовку при температуре 180 градусов. Где-то минут 40, наверное, у меня рыбка это стоит. Дальше ботат тоже поставлю в духовку. То есть на нижний уровень ботат. Наверх у меня будет рыба. Рыба как раз подойдет. Я ее вытащу. И потом вот этот ботат. Я его нарезаю просто кусочками. Ну, как нарежется. На самом деле, мне кажется, что в ленте, когда я покупала вот этот ботат, он был как-то помягче. Вот этот вообще такой жесткий-жесткий. Но когда он приготовился, уже был достаточно вкусный. То есть никаких претензий по вкусу у меня к нему нет вообще. Вот. Добавляю немножко оливкового масла. И специи. Соль и специи. Здесь у меня итальянские травки. И сухой укроп. Все это вот так вот руками перемешиваю. И отправляю тоже в духовку. Только он подольше у меня стоит. При температуре 180 градусов. Ну, хотя тоже, наверное, минут 40. Я по готовности. То есть вилочкой прокалываю. И смотрю, мягкое стало или нет. И, конечно же, делаю еще овощной салат. Просто помидорчики, огурчики и зелень. Кстати, помидоры очень вкусные. Прямо такие ароматные. Вот. Прямо как будто, знаете, со своей грядки сорвало. Ну, практически, по крайней мере, это краснодарские. Мне, по-моему, кто-то когда-то писал, что вот нужно смотреть краснодарские огурцы и помидоры. Вот взяла. Очень вкусные. Ну, огурцы тоже хорошие. Ну, помидоры прям вообще. Ну, и видно, они такие прям красненькие все. Вот жалко, что не было кинзы. Я бы вообще тогда просто, просто балдела бы. Вот. Я зелень уже всю намыла. И я ее скручиваю вот так бумажное полотенчико такое влажное в пакетик. И у меня достаточно долго она хранится. Укропчик, лучок туда. И буду заправлять просто обычным оливковым маслом. Соль добавлять немножко. Хотела еще туда семечки кунжута добавить. Но потом что-то передумала. Вот захотелось просто такой салатик мне. Вот немножко соль и оливковое масло. Как я уже сказала, вот все хорошенечко перемешиваю. И вообще очень вкусно все. Я очень люблю рыбу, овощи. Поэтому для меня это прям очень вкусно. И вот такой вот у меня ужин, скажем так, получился. Салатик овощной, который порезала. Вот так вот выглядит запеченный батат. Он очень вкусный такой. Это сладкая картошка, да, такой сладковатый. Видите, прокалываю вилочкой и проверяю. Но если становится мягенький, то уже вытаскиваю, да, соответственно. Рыбка моя, мой любимый карп. И это для мужа рыбка. Вот. Он карп у меня вообще не любит. Ему не нравится. Ну, карп имеет такой аромат, знаете, такой прям рыбный-рыбный. Я бы сказала, из-за этого аромата он не любит. Я еще вниз проложила фольгу, чтобы у меня не вытекало вот весь сок на противень. И картошка. Тут у меня остатки картошки. Вообще ее чуть-чуть было. Я просто отварила, уже не стала пюре делать. Ничего. Так что вот такой вот вкуснейший ужин у нас получается. Ну, и я на такой вкусной ноте с вами буду прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте, ссылочки вам оставила на заказ фармакосметика внизу в инфобоксе. Всех люблю, целую и до новых встреч.